Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон» в студии ее ведущей Александра Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с арт-группой «Ларго». Арт-группа «Ларго» — это мужское трио. Владимир Соколов, Владислав Судаков и Александр Порожный. Все трое родом из Краснодарского края. Широкой зрительской аудиторией музыканты стали известны после участия в телепроекте «Битва хоров» на телеканале «Россия-1». Владимир, Владислав и Александр являлись солистами хора Краснодарского края, наставником которого был народный артист России Олег Газманов. В настоящее время коллектив активно гастролирует по городам России. Итак, гости сегодняшнего выпуска музыкальной программы «Канон» — арт-группа «Ларго». Вообще, арт — это понятие того, что ты можешь в нашем случае петь любую музыку. Когда ты приезжаешь и отдаешь душу, и за это как бы еще ничего не получаешь, ну, гонорары, я имею в виду, то по-другому отношения с залом устраиваются. Мы оказались в Кремлевском дворце съездов и выступили группой «Ларго». Для нас это действительно чудо и, наверное, промысел божий. Ребят, скажите, как при столь насыщенном гастрольном графике обстоят дела с личной жизнью? Или это у вас продюсерский секрет? Нет, семьи понимают, допустим, у нас с Владом Джон и сами артистки, певицы. Так что они в этой каше варились и знают, как это. А на ваш взгляд, в каком возрасте сегодня нужно обзаводиться семьей? Вот такой мужской разговор у нас. Вы как считаете? Здесь у каждого свое, да. Я в 23 года. Я уже в 20 лет стал отцом. А я, к сожалению, до сих пор. До сих пор. Наш Саша еще начинал. Да, в 28-29 скоро будет. Ну, как оно же должно, как бы, чувства какие-то быть или что-то? Ну, вот лично я так думаю, что чувства должны быть. Это, конечно, минус, но есть плюс. Мы когда в концерте объявляем друг друга, и я говорю, что Александр Порожный, лирический баритон, не женат, зал аплодирует в два раза лучше. Ну, вот бонус. Фишка ваша. Да, да, да. А как вообще встретить свою вторую пламинку? Какое-то есть у вас? Никакого секрета нет. Наверное, это все Господь дает. Все одно, да. Само собой. Конечно, счастье встретить свою вторую половинку, и нужно искать, и не сидеть дома. Сидя на диване, ничего, наверное, не будет. Ну, вот можно просто учиться, как мы с тобой были на одном курсе. Я, можно сказать, своей супругой два года мы учились на одном курсе, я не обращал на нее внимания. А когда устроился работать в коллектив, вот там все и случилось. Ну, как бы, мне кажется, это все судьба, это все идет само собой, как должно идти. Скорее всего, да. У меня лично история была, я работаю, пел в детском хоре, это при кубанском казачьем хоре. И когда приходили на репетицию сводную с кубанским казачьим хором, уже там моя будущая жена работала. И думаю, симпатичная такая, хорошая. Потом, когда придя уже на работу в кубанский хор, мы сначала подружились, а потом уже стали встречаться. Так оно все и происходит. Ну, вот, к сожалению, в современных масс-медийных источниках происходит подмена стереотипов, ценностей, женской красоты, чистоты, целомудрия. Ну, к сожалению, так. На ваш взгляд, чем должна обладать девушка? Чистотой. Да, всем тем, чем обладают наши жены. Нам очень повезло в этом смысле. Они еще и жены, еще и между собой кумовья. Да. Младий Кристилл, мою дочь. У нас прям настоящая семья. У нас семья Ларга. Семья Ларга. Действительно, мы так и называем всех наших друзей, родственников, семья Ларга. И все этому очень радуются. Давайте мы тогда для женской аудитории Телеканала «Союз» сейчас подарим такое произведение. Да, с огромным удовольствием. Песни у любви разные, А моя одна набега, Звездочка моя ясная, Как ты от меня далека. Поздно мы с тобой помнили, Что в твое мое небесе Даже проплывать по небу, А не то, что жить на земле. Облако тебя трогает, Облако тебя трогает, Хочет от меня запрыть, Чистая моя строгая, Чистая моя строгая, Как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, Что в твое мое небесе Так же проплывать Лет не будь, А не то, что жить на земле. Спасибо за небо! Спасибо за небо! Поздно мы с тобой, Поздно мы с тобой, Поздно мы с тобой, Что в твое мое небесе Владимир Соколов, Владислав Судаков И Александр Порожный Гости сегодняшней программы «Канон». А все вместе это Замечательный коллектив «Ларга». Друзья, вы, наверное, помните Такой рекламный слоган «Имидж ничто, жажда все». Мне кажется, для человека православного Жажда заключена в познании Бога. Но все-таки имидж же должен быть какой-то. Я вот общаюсь с людьми Светскими и далекими от церкви Загоричем могу отметить, Что представление православных Оно такое, что это чудаковатые люди Со своими странностями И абсолютно несовременные. Но вы как раз пример того, Что это неправильный стереотип. Вы знаете, мы своей целью, наверное, Еще к творческой деятельности Поставили доказать обратное. То, что православные люди Это такие же веселые, активные, Целеустремленные, Спортом занимаются И любят жить, отдыхать умеют. И мы это показываем в своих концертах. Мы соединяем, Пожалуй, может быть, Кто-то подумает, что несоединяемое. Мы можем спеть «Слава Богу за все» И следом поставить разговор со счастьем. А почему нет? Если это действительно... Это все об одном счастье. Да. Действительно, это все обозначает то, Что счастье быть, Счастье жить, Счастье любить. Значит, если подытожить, Какой должен быть имидж У православного христианина? И внешне, и вот Какой принцип жизни Какой должен быть? Нужно быть человеком, Который любит Любит людей. Ну и прежде всего, Который, Конечно, Должен любить себя. Мне кажется. Себя? Да. Любить себя, Это быть сердцем чистым перед Богом. Да. То есть любить себя, Любить Господа Бога, И не делать плохих поступков, Чего-то такого, Что будет наполнять душу Темным чем-то. Просто быть чистым, Сердцем перед Богом. Стараться быть. Да. Потому что мы все знаем, Что это сложно. Да. Все люди грешные, Как бы это все сложно. По сути, Свои человек, Ведь он. Да. Чистым просто стараться быть. Более. Это вот и стремление, Это и путь. Жизнь. Вы знаете, Как приятно слушать слова Моего поколения уже, Молодых людей. Именно такие слова высокие. О Боге. Ведь мы с вами родились уже в стране, Которая была, Религия была свободна. От советского вот этого безбожия. Вот каждый из вас, Как нашел путь в храм? Можете поделиться? С детства. Родители, Семьи были верующие. Конечно, Семьи верующие у нас, Атеистов не было. Все было, Пасха, Рождество, Крещение, Все эти праздники. Конечно, да, Не каждое воскресенье, Мы и сейчас не каждое воскресенье Храм посещаем. Но всегда с Богом в душе жили. А у меня немножко по-другому. У меня, допустим, я, Родители, Ну, как бы, Родители верили, Но власть и воспитание, Именно то советское, Не давало им в храм ходить, Там вот это все. И я, как бы, Родители теперь привел к храму. Получилось наоборот, У меня все не родители сына, А сын родителей в храм. Да, если говорить вообще о нашем регионе, То в целом в наших, мы, Я вот, например, Станица родился. И там все-таки народ верил. Это все сохранилось. Но, опять же, Немного искривлено все это было. Вот с режимом, строем. Немножко это все не в том качестве, Как должно быть. Искривлено было. Поэтому со временем все это как-то выравнивается. Даже сейчас не до конца все понимаешь. Ну, это... Постоянно человек развивается, Что-то изучает, Что-то открывает для себя новое. Поэтому нам нужно учиться и идти вперед. А не случалось в жизни такого периода, Когда ты неофит, Ну, то есть ты начинаешь свой духовный путь, Бывает перегорание происходит? Вот, если честно поговорить. Ну, вот лично у меня, допустим, У меня все по нарастающей идет. У меня нет такого, что перегорять. Я больше узнаю, больше понимаю. И понимаю вот истину, Для чего мы здесь вообще на планете Земля находимся. Ну, да. Пройти этот путь, чтобы Богу прийти. Наверное, еще не дошли до того момента, Где можно перегореть. Ну, то есть идет пока восхождение, скажем. Ну, единственное, что хочется больше развиваться. Потому что, когда ты начинаешь дискутировать с кем-то, По поводу церкви, по поводу Бога, Начинают такие каверзные вопросы, каверзные фразы. Я уже об этом говорю, глупый. Жестокий бывает он. Да, причем очень жестокий. Вот именно правильно вы сказали. Жестокость, она присутствует. Всякие подколы смешные, с церковью связанные. И поэтому, а ты должен уметь ответить. Уметь ответить правильно, грамотно. Да, поэтому нужно образовываться, самообразовываться. Читать литературу. И, конечно же, посещать литургии, ходить в храм. Вот мы сейчас начали ходить на службу, петь. В храм очень редко получается, к сожалению. Но стараемся бывать. По славу Божию ходим, поем в храм всех скорбящих радостей. В городе Краснодар. В городе Краснодар, да. То есть коллектив Ларга можно еще там послушать? Ну, мы не как коллектив Ларга поем, мы в хоре там стоим. Дивное пение, это можно хорошо слышать еще и там. Постараемся, вдруг получится. Вдруг нам позволят спеть коллективом. Ну, мы один раз спели коллективом на службе. Это была праздничная служба у нашего друга батюшки отца Виталия в поселке Мостовском Краснодарского края. И там был юбилей прихода, храма. И вот мы пели Херувимскую. Прям потрясающая атмосфера внутри нас была. Просто удивительно. Это прям счастье для коллектива. Так что и коллектив Ларга уже и пел в службе, участвовал. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.